Уважаемые коллеги, на сегодняшний день проблема минимальной инвазивной цистоктомии очень широко обсуждается. Она обсуждается не только у нас в стране, но и во всем мире, насколько она целесообразна, насколько она нужна. И позвольте мне представить короткое такое сообщение о том, имеет ли преимущество инвазивная цистоктомия у пациента с раком мочевого пузыря перед открытой хирургией. Вы прекрасно знаете о том, что очень большое количество людей, которые положили вклад в развитие цистоктомии и формирование различного рода резервуаров, их предложено большое количество. Для меня как бы одним из таких апологетов, я считаю, Штудера, который предложил очень удачные варианты ортотопического зервара, который сказал в свое время о том, что в настоящее время радикальная цистоктомия считается безопасным методом лечения мышечного инвазивного рака, потому что ничего пузыря. Но этот метод агрессивный и травматичный. Из-за агрессивности и травматичности на сегодняшний день, несмотря на наши все старания, цистоктомия все-таки имеет небольшое распространение по сравнению с, скажем, лечением того же рака предстательной железы или рака почки. Это связано с целым рядом проблем. На сегодняшний день цистоктомия может быть выполнена как открытым, так и лапароскопическим, и роботическим доступом. Но в качестве деривации мочи могут быть предложены различные способы. Это эртотопический резервуар, гетеротопический, кондуит, неконтинентный. Это непрерывное ведение мочиточков в непрерывный кишечник. Это уросимфастомы и уртер-кутанностомия, которая, к большому сожалению, до сегодняшнего дня очень широко применяется. Не только у пациентов крайне отягощенных, но и у большинства пациентов, которым вообще выполняется цистоктомия. Это наиболее упрощенный вариант. Также материалом для создания новобладера могут быть использованы как тонкая, так и толстая кишка, желудок, лакарище. Ну и на сегодняшний день проводится колоссальная работа по созданию синтезированных аутотканей. Из различных клеток, которые в последующем, возможно, когда-то будут применены, к сожалению, это пока экспериментальная работа, или стихонечная работа, которая выполняется на добровольцах. Но на сегодняшний день этот метод не может быть рекомендован для постоянной клинической практики. Показания кратикальной цистоктомии, они одинаковые, что для открытого, что для неинвазивного доступа, и они однотипны. Это мышечный и инвазивный рак мочевого пузыря, это большие размеры опухоли мышечные и неинвазивные. Это опухоли, расположенные в зоне, откуда не представляется возможным удалить полностью опухоль. Эта цистоктомия также может быть выполнена при неинвазивном раке мочевого пузыря, после БЦЖ терапии и рецидива, особенно при низкодифференцированных опухолях. Это поражение опухоли микростатической уретры. Ну и все остальное, то, что все хорошо очень знают, я не буду на этом останавливаться. И радикальная цистоктомия, всем прекрасно известно, у мужчин это удаление мочевого пузыря, предстательных железы сильных пузырьков, у женщин удаление пузыря матки, предстательные, извините, передней стенки влагалища и мочеиспускательного канала. И радикальная цистоктомия в стандартном объеме имеет преимущество, это надежный контроль над опухолевым заболеванием. И недостатки, это увеличение времени травматической операции по сравнению с другими методами лечения, с такими, как, скажем, трансуртральная резекция или же лучевая терапия, увеличение объема кровопотерей, иногда бывает значительное, увеличение количества раневых осложнений, которые являются основной причиной отказа от выполнения цистоктомии. Это недержание мочи, особенно у женщин, и у женщин, увеличение риска хронического болевого синдрома, синдрома хронической тазовой боли и снижение качества жизни. Однако на сегодняшний день рассматриваются и особые варианты цистоктомии, возможные только при очень локализованных формах раково-председательной железы, но на сегодняшний день они не являются стандартом и могут быть рассмотрены только для особо избранных пациентов. Такие, как для мужчин, это простатсберегающая техника, капсулсберегающая техника, то есть сохранение капсулы председательной железы, сохранение семенового комплекса, что улучшает нервосбережение, способствует улучшению континенции, ну и в некоторых случаях рассматривается сохранение половой пульсы до 90%, хотя мы у себя расследуем не разу, это были на блюдаре у маленькой когорты больных. Для женщин нервосберегающая техника это сохранение матки, сохранение блага вещей, что способствует качеству жизни, сохранению социальных функций, ну и улучшению качества удержания младших. Этапы радикальной цистоктомии, они идентичны, что для мини-инвазивной, что для открытой хирургии. И если мы будем брать мини-инвазивный доступ, это вот здесь показано, как установлено таракар при роботической хирургии, практически такое же расположение таракаров и при лапароскопическом доступе. Первым этапом производится выделение мочеточников, они могут быть клипированы и пересечены сразу, могут быть сделаны через какое-то время. И как доказывал в своих исследованиях Дмитрий Владиславович Перлин, что позднее пересечение мочеточков сохраняет функцию почек значительно лучше, и они быстрее восстанавливаются, нежели ранее. Я это целиком полностью поддерживаю, и мы не стремимся к крайним пересечениям мочеточков в клипировании. Однако границы лимфодисекции у всех совершенно разные. В своей практике мы используем только расширенную и сверхрасширенную лимфодисекцию. Мы не используем ограниченную и стандартную, хотя во многих случаях многие специалисты дают предпочтение в избранных ситуациях по ограниченным методам лечения. Вот здесь показывается лимфодисекция запирательной ямки. Здесь на втором слайде как раз-таки видна очень хорошо дефоркация аорты, нижняя полная вена и производится удаление лимфатических узлов, жировой клетчатки, которые локализуются в области крестца и в последующем вдоль внутренней подвздошной артерии и вены. Очень интересные данные были представлены целым рядом исследований. Всем хорошо известный пуглис, который достаточно давно выполняет лопароскопические и роботосистированные цистоктомии, и было проведено исследование по количеству удаленных лимфатических узлов. Так вот, роботосистерная цистоктомия способствует более большему количеству удаленных лимфатических узлов при том же объеме лимфодисекции по сравнению с лопароскопией. Во всех объемах ее проведено. Хирургический поход тазовой лимфодисекции является независимым преддиктором адекватности объема тазовой лимфодисекции. Таким образом, роботосистерная техника позволяет более точно стадировать рак мочевого пузыря после радикальной цистоктомии тазовой лимфодисекции. Дело в том, что на сегодняшний день достаточно хорошо всем известно, что далеко не все хирурги выполняют тазовую лимфодисекцию, что нарушает стандарт выполнения радикальной цистоктомии. Ну, наверное, за исключением цистоктомии спасения, когда выполняется операция у пациентов крайне высокого риска, необходимо остановить кровотечение и спасти жизнь больному, и уже не добиваться каких-то онкологических результатов при крайне запущенных метастатических формах заболеваниях. Ну, здесь представлен этап цистоктомии, препарат погружается сразу же после отсечения в НДБ, и тут же извлекается из брюшной полости. Это значительно сокращает количество канцерматозов брюшины в послеоперационном периоде после цистоктомии. Вот интересная работа, которую представили наши коллеги из Египта в сравнении результатов лапароскопической и открытой радикальной цистоктомии. Это были достаточно одинаковые группы пациентов, и они сделали вывод, что лапароскопическая радикальная цистоктомия с удовлетворительными результатами в трактосрочном периоде, даже в институте с ограниченным опытом лапароскопии. То есть они сравнивают о том, что лапароскопическая все-таки имеет такие же показания, как и открытые. Наиболее близкие и низкие потребления наркотиков после операционного периода по сравнению с открытой хирургией. Для контроля онкологических результатов, что требует более длительное наблюдение за больными, у них срок наблюдения был менее трех лет, и авторы рекомендуют воспользоваться помощью опытного лапароскопического хирурга на стадии освоения лапароскопической хирургии. Поэтому всем докторам, которые собираются выполнять лапароскопическую цистоктомию, я тоже рекомендую всегда иметь рядом хирурга, который хорошо владеет лапароскопической техникой. Надо помнить, что увеличение времени операции приводит к развитию дополнительных осложнений в послеоперационном периоде, которые увеличивают летальность. Вот интересная работа, которая была опубликована в журнале Европейской урологии в 2015 году в зависимости от результатов и количества выполненных операций. Опыта хирурга, 14 лечебных учреждений, 500 операций. Рассматривали количество операций, выполненных до 30, от 30 до 100 и более 100. И сделал вывод, что чем больше выполненных оперативных вмешательств, тем меньше, тем короче время оперативного вмешательства, меньше объем кровопотери, меньше осложнение, связанное с формированием лимфацелии и удаленное большее количество лимфатических узлов. В то же время, это никак не влияет в последующих на онкологические результаты, в зависимости от количества случаев, за исключением наличия позитивного края. Сравнение результатов открытой цистоктомии и роботосистированной. Вот интересная работа была представлена Бокнером, который сравнил цистоктомию открытым и роботированным доступом и сказал, что длительность операции при цистоктомии открытой значительно меньше, нежели при роботизированной, однако объем кровопотери в среднем при роботизированной значительно меньше. И он говорит о том, что в заключении нет статистической значимой разницы в полученных результатах, не только по остальным показателям. Другое же исследование по ЛОУ, которое является апологетом в Испании по роботизированной цистоктомии, говорит о том, что осложнения периодических методов цистоктомии, они практически одинаковы, но время роботического процесса цистоктомии, оно короче, меньше кровопотери, число ранних осложнений, чем 90 дней ниже. Практически все осложнения не выше третьего класса, число осложнений высокого класса, смертности примерно одинаково. В раннем и позднем послеоперационном периоде. И он также указывает на значительно меньшее количество раневых осложнений по сравнению с открытой хирургией. Интересная работа, которая также говорит о том, что среднее время операции при открытой хирургии значительно меньше, нежели при лапароскопической и роботизированной хирургии, что тазовая инфодисекция более тщательно выполняется при робот-ассистированной цистоктомии. Вот она применяется в два раза чаще, нежели в открытой хирургии. Медиана предполагаемого кровопотеря значительно ниже при роботической хирургии. Конверсия и открытый доступ были несколько выше роботической хирургии, нежели в лапароскопической. Но эти данные недостоверны. И антроперационные осложнения возникли в 1,3% случаев без статистической значимой разницы между доступом, то есть лапароскопическим и роботизированным. Но наиболее часто используемый способ дериваться мочи вам всем хорошо известен на сегодняшний день. И если мы вернемся к резервуарам, то наиболее часто на сегодняшний день как лапароскопической, так и в роботизированной хирургии используются вот эти методы, которые представлены. Но при исследовании, при анализе значимых различий, модификации, мерорезервуарам не получено. Об этом в свое время еще писал Штудер. И он сказал о том, что на сегодняшний день если депультуризированный сегмент кишки, то и одинаковый отрезок его, невзависимости от конфигурации резервуара, он имеет низкое давление по сравнению с толстым кишечным резервуаром и они имеют все равно к следующему-то шаровидную форму через какое-то время, что значительно облегчает хирургию. Однако методика интеркорпорального создания резервуара на сегодняшний день наиболее часто это применяется каролинская техника и она имеет вот такой вот вариант, когда вначале фиксируется петля кишки к мочеиспускательному каналу после выполнения циститомии и после этого начинает формироваться уже самый посредственный кондуит. Это очень интересная техника, легко воспроизводима, я не буду на этом останавливаться, здесь накладывается листомоз, между, вот кишка фиксирована уже, фиксируются к ректурно-ритральной мышце и фасцидном белье в области дна таза и, конечно же, очень интересно оценить, как формировать резервуар, экстракорпоральный или интеркорпоральный. Ну вот, в отъезде, ну, буквально уважаемый, говорит о том, что осложнения в послеоперационном периоде связаны не с самой циститомией, а скорее с отведением мочи. То есть это основная проблема не только в мини-инвазивной хирургии, но и в открытой хирургии. То есть все осложнения связаны как раз таки с древацией мочи. И вот в отъезде пишет о том, что они имеют такой не очень большой опыт, но в то же время он дает рекомендации по стремлению к наложению интеркорпорального все-таки резервуара и стремлению интеркорпоральной древации мочи. Накапливать необходимо опыт. Это ключевой момент, он считает. Если вы можете потратить 4 часа на древацию мочи при освоении, то ее необходимо выполнять, если состояние больного позволяет это сделать. И лапароскопически хорошо подходит, лапароскопия, он отмечает, что хорошо подходит для создания или от индуида по брикеру. Ну а операция Штудера или другие варианты интеркорпоральной древации, ортокопической древации мочи, они более приемлемы для роботизированной хирургии. Ну вот сравнение достаточно большое. Ахмеда Хусейна и его коллег, десятилетие наблюдения, 1400 операций, большой очень материал по роботизированной цистектонии и экстракорпоральной древации мочи. И они отмечают, что интеркорпоральные древации мочи вызывают более класс осложнений и они уменьшаются со временем, стоят с накоплением опыта. И об этом надо помнить, что создание интеркорпорального резервуара всегда более сложное, нежели это делается экстракорпорально. В то же время имеется очень интересная работа по сравнению результатов выполнения интро- и экстракорпорального формирования древуара при роботизированной цистектонии. И здесь, однако, авторы указывают на то, что результаты демонстрируют интеркорпоральное формирование древуара технически осуществимо и безопасно. Конечно, при большом опыте оно будет безопасно, при локализованном в виде статистового ракопоцентра. Интракорпоральное формирование кодуита приводит к уменьшению объема кровопатии, сокращению сроков пребывания в стационаре по сравнению с экстракорпоральным формированием кодуита. И в первую очередь это связано с воспалением и раневой инфекцией, что в последующем зачастую приводит к развитию фатального исхода у пациента. Ну, вот здесь представлен вариант формирования уротера резервуара анестомоза. Не буду на этом останавливаться. Вот так окончательный гид резервуара. И вот окончание оперативного вмешательства. Имеется небольшой тонкий генаж, который устанавливается в личной полости. И вот такая небольшая рана, приблизительно 4-5 сантиметров, через которую производилось извлечение препарата. Очень интересно было сравнить переоперационные осложнения после лапароскопической роботоссетированной радикальной цистектомии. И авторами было отмечено, что увеличение количества роботоссетированных цистектомий приводит к резкому сокращению количества лапароскопических оперативных вмешательств. При этом все остальные показатели практически остаются на том же уровне за исключением объема кровопотери при роботоссетированной хирургии и значительно меньше. И если мы сравниваем переоперационные осложнения после выполнения лапароскопической роботизированной цистектомии, в группе с роботизированной хирургии отмечается меньшее время оперативного вмешательства по мнению пациентов. И в конечном итоге все остальные показатели остаются практически тем же на протяжении 90 дней. Но стоит отметить, что не все разделяют это мнение. И, скажем, наши коллеги из Китая, извините, из Кореи, говорят, что сравнение лапароскопических операционных осложнений и параметизированных, что количество лапароскопии значительно больше при раке, нежели при выполнении операции цистектомии, нежели при роботизированной хирургии. И вот еще одно интересное очень исследование по достаточно большое исследование по лечению пациентов по поводу рака мочевого пузыря робот-ассистированный открытым способом. Оно не показало каких-либо различий между роботизированной открытой операцией послеоперационным осложнением смертных качествах жизни, связанных со здоровьем. Но у данных авторов имеется достаточно большой опыт, имеется большое исследование, которое сегодняшний день нельзя не учитывать. И все чаще и чаще сегодня появляются работы, которые как раз таки указывают о том, что вот те небольшие преимущества, которые существуют, они в конечном итоге никаким образом не влияют на результат. Одним из частых осложнений, которые развиваются в послеоперационном периоде, в отдаленном периоде, это формирование уротера энтера структур в уротера энтера на стомозе и частота в одновременной структур, она, конечно, целиком и полностью зависит от количества выполненных оперативных вмешательств и от метода наложения интракорпорально, экстракорпорально. И вот интеркорпоральный подход как бы пишут, что повышает природу структур формирование структур зонечеточек шедших на стомоз. Это как бы первоначальный опыт, но последующим увеличением количества интеркорпоральных случаев формирования изюрвара было связано со снижением частоты возникновения структур. Ну, вполне вероятно с увеличением опыта, с подоплением опыта количество осложнений будет значительно уменьшаться. Ну и если возьмем частоту возникновения структур у ретро-визикального анастомоза зависит от доступа, да, открыто, лапароскопически, роботизированный, очень большой анализ, очень интересный. И сказано в нем о том, что структуры зависит от метод циститобии формируется при лапароскопии в 46% роботизированной хирургии 32% и в открытой хирургии 18% в случае. При повторной реимплантации мочеточника лапароскопическим способом 38% в случае, роботизированный 46% и открытый 15%, то есть открытая хирургия в данной ситуации имеет значительное преимущество по сравнению с мини-инвазивной хирургией. Если же посмотреть на показатели выживаемости после мини-инвазивной и открытой циститомии, авторы утверждают достаточно большое когортное исследование, многоцентровое, что мини-инвазивные методы выполнения радикальной циститомии, такие как лапароскопическая роботизированная циститомия, по показателю общей выживаемости и канцероспецифически сопоставимы и могут быть альтернативой открытой хирургии. В зависимости от стадии было проведено зонтологического процесса и они не определили какой-то значимой разницы. Отдаленно онкологическую результату после выполнения открытой лапароскопической романтизированной циститомии, которые были опубликованы нашими коллегами и они как бы не были не определили никакой разницы летней выживаемости канцероспецифической и в общем у пациентов перемешиваются циститомия маноинвазивной открытым способом. Однако результаты необходимо интерпретировать с осторожностью из-за небольших размеров выбора. Потому что несмотря на все в каждом центре имеется небольшое количество пациентов, которым выполняется миниинвазивная миниинвазивная циститомия. И в заключение хотелось бы сказать, что преимущество выполнения радикальной циститомии с использованием миниинвазивных методов по сравнению с открытой операцией можно значительно уменьшить операционные травмы вследствие уменьшения болевого синдрома, вследствие этого не требует применения анальгетиков, удобства визуализации, работа в газу, прецизионная техника, наложение анастомозов, но, к сожалению, это не дает значимых результатов по сравнению с открытой хирургией. До минимума снижена возможность инфекционных осложнений. Это, наверное, единственный плюс в сравнении с открытой хирургией и экстракорпоральным наложением анастомозов. При наличии достаточно опыта хирурга в ромботизированной системе элопароскопической оборудования высокая квалификация сотрудника, операция вполне выполнима. Соблюдение всех правил консервативного лечения, то есть подготовки больного, проведение анестезии, что очень важно, потому что операции все эти очень длительные, постоянные лабораторные инструментальные контроли после операционного периода позволяют добиться удовлетворительных результатов больных, перемешившись такую сложную и объемную операцию как в ромботизированной системе, независимости от доступа, благодарю вас всех за внимание. сайл, 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 Продолжение следует...